Здравствуйте! В эфире канала Россия, итоговая информационная программа, события недели. На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялось совещание генерального директора группы «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густава с главой Карачаева Черкесии Рашидом Темрезовым. Стороны обсудили платежную дисциплину потребителей региона и ход программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. Особое внимание было уделено до газификации. Сейчас от жителей региона принято около 2000 заявок. Более 90% из них переведены в договоры. Карачаева Черкесия входит в топ-5 рейтинга субъектов по до газификации. В республике хорошие темпы сбора заявок, заключения договоров и самих работ, а все возникающие вопросы оперативно решаются. Стороны также обсудили детали строительства приоритетных газопроводов, в том числе на Курджиново и Учкуланское ущелье. Рашид Темрезов выразил уверенность, что к 2025 году республика полностью будет газифицирована. 3 мая исполнилось 65 лет со дня возвращения карачаевского народа на историческую родину из мест депортации. По традиции, в день возрождения почтили память тех, кому не суждено было вернуться домой на Кавказ. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов возложил цветы к мемориальному комплексу жертвам политических репрессий в Карачаевске. А после все собравшиеся вместе с муфтием Карачаева Черкесии Исмаилом Хаджибердиевым совершили обряд дуа по погибшим на чужбине землякам. В Черкесии состоялось собрание общественности, на котором еще раз вспомнили жертв депортации и события, предшествовавшие возвращению народа, страдавшего на чужбине 14 долгих лет. С торжеством справедливости карачаевский народ поздравил глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Матина Каракетова подробнее. Несмотря на довольно промозглую погоду, не характерную для обычного ласкового мая в амфитеатре, нет ни одного свободного места. Жители республиканской столицы и внушительные делегации из городов и районов республики пришли, чтобы разделить с карачаевским народом его праздник – 65-ю годовщину возвращения на родину, 65-ю годовщину восстановленной справедливости. За это относительно недолгое время народ сумел снова встать на ноги, выстроить свои дома и жизнь, возродить культуру и традиции. Сегодня карачаевцы занимают свое достойное место среди народов России, но этим дням предшествовали другие, полные ужаса, когда в одночасье из-за мелочности одного обидчивого государственного чиновника и непомерных аппетитов некоторых других народ был заклеймен, в одночасье погружен в товарные вагоны и рассыпан в степях, обреченные на вымирание. И собрание общественности, посвященное торжеству справедливости, которое все же наступило спустя 14 лет, который традиционно проходит 3 мая, в день, когда на свою историческую родину прибыл первый шалон с карачаевцами, началось с обряда дуа по тем, кто так и не смог увидеть родные горы. И попросим Всевышнего, чтобы Аллаху Тавала, те, которые ушли, остались на чужбине, чтобы они были обладателями рая. 42 тысячи карачаевцев погибли от голода и других лишений в степях Средней Азии. 22 из них были дети. Очевидцы рассказывают, что вымирали целыми семьями. Исмаил Хаджабердиев обратился к Всевышнему с молитвой, чтобы эти дни никогда больше не повторились, ни с одним народом. Перед общественностью выступил глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов. Несылки отпечатались в памяти многих наших земляков, как страшное событие, бесствие для всего карачаевского народа, заплатившего колоссальную цену за этот акт несправедливости. Глава отметил, что вера в торжество справедливости помогала оставаться народу сплоченным, и дух карачаевского народа был еще больше укреплен верой в скорое возвращение домой. В изгнании карачаевцы не опустили голову, более того, внесли немалый вклад в экономику Казахстана, где было сосредоточено наибольшее количество депортированных и других регионов Средней Азии. А те, кто оставался на полях сражений Великой Отечественной войны, беззаветно отдавали жизни за освобождение Родины. Получили высокие государственные награды, в том числе и посмертно, и уже после полной реабилитации карачаевского народа. Пройдя все испытания, вернувшись к родным очагам, карачаевцы внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Но самое главное, сумели сохранить культурную идентичность и передать потомкам то нематериальное, что делает народ народом. И день возрождения карачаевского народа – это общий праздник для всех народов республики, с которыми карачаевцы связаны многовековыми традициями, общей историей и судьбой, и сказал Рашид Тимрезов. Добрососедство, гостеприимство и дружба между народами были и остаются ключевой ценностью Карачаева-Черкесии, сказал, поздравляя карачаевцев с Днем Возрождения, Александр Иванов, председатель Народного собрания республики. Закаленный характер наши земляки демонстрировали и в степях Средней Азии, и по возвращении домой. Добились значительных результатов в сельском хозяйстве, науке, медицине, культуре, спорте, образовании и политической сфере. И эти достижения известны не только нашей республике, но и далеко за ее пределами. С годами участников депортации становится все меньше, а молодежь знает о тяжелой участии своего народа по рассказам бабушек и дедушек. Известный эстрадный исполнитель Руслан Качев считает, что очень важно помнить свою историю, но смотреть в будущее. Так его учили с детства, и эту заповедь он передает в своих песнях. Хвала Всевышнему Аллаху, что наш народ, наш гордый народ пережил эти 14 лет переселения. И, слава Богу, мы до сих пор живем, стремимся, работаем во благо нашей республики, во благо нашего народа. Дай Аллах, чтобы дальше ни один народ не испытал такого переселения, такой беды. И пел Руслан сегодня с особым воодушевлением, потому что пел для своего народа, для тех, кто горевал вместе с карачаевцами, провожая их в неизвестность, для тех, кто встречал тот самый первый эшелон с возвращающимся домой спустя 14 лет, для тех, кто стоит сегодня рядом, плечом к плечу и смотрит в новую жизнь. Мадина Каракетова, Роберт Желутанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаевске у здания администрации торжественно открыт памятник первому профессиональному карачаевскому поэту, певцу, основоположнику и автору знаменитой песни «Мегитал» Исмаилу Семенову. На мероприятии присутствовали родственники, а также почитатели искусства знаменитого писателя. Его вклад в развитие культуры карачаево-балкарского народа невозможно переоценить. Подробнее Карча Биджеев. День начинается с рассвета. Кубань с Эльбруса, а новая крылатая песня с Исмаила Семенова. Эти строки говорят о многом. Речь идет про прекрасного поэта-основоположника и классика карачаево-балкарской литературы. В памятный и знаменательный день для всего карачаевского народа на центральной площади Карачаевска по инициативе рода Семеновых был открыт памятник выдающимся, знаменитому, талантливому поэту всего Кавказа Исмаилу Семенову, автору гимна карачаево-балкарского народа «Мегитал». Дата открытия памятника выбрана не случайно. Исмаил Семенов сам был в депортации. Пережив невзгоды, он вернулся на историческую родину со своим народом, которого так сильно любил. Это творчество долгие годы поддерживало земляков, укрепляя их мужество и любовь к родине. Он автор множества различных поэм. Но самое главное, самая любимая песня всеми народами Кавказа, особенно в Карачаево-Черкесии, у карачаевцев, это, конечно же, «Мегитал» Эльбрус. Вот он автор этой песни. И, конечно же, какие бы мы памятники не ставили, это наш долг, да, знать и увековечить его память, таких людей. Но какой бы памятник мы не ставили бы, тот памятник, который он поставил нашей культуре, кавказской культуре, одной своей песней мы не сможем отплатить ему этот долг. Стоит отметить мастерство скульптора, создавшего данный шедевр. Это народный художник Карачаева-Черкесии Магомед Хабичев, талант которого смог выразить всю силу и характер Джерчи Исмаила в этом памятнике. Слово «Джерчи» певец было дано Исмаилу Семенову неспроста, ведь его произведения, стрелой вонзаясь сердца людей, оставались в нем согревая душу. Он полюбился тем, что каждая прочтенная строка была как кислород. Каждый, кто слышал произведения Джерчи Исмаила, с легкостью влюблялся в них. Его творчество, особое место, занимала сказочная природа Ратных гор, которая вдохновляла нашего талантливого земляка на создание великих произведений. Его творческие работы являются образцами мастерства слова, создания, проявления любви к Родине и ко всему прекрасному. Своё завещание потомкам талантливый поэт Исмаил Семенов изложил в стихах. «Пришедшие и те, кто вслед спешат, Храните и лелейте наш язык, как сад, Слова спешите в строй свой возвращать, Народу нашему он будет адвокат». Харча Биджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Сейчас реклама, после продолжим. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Главное бюро «Медика социальной экспертизы» по Карачаевой Черкесской Республике, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, информирует. Уважаемые жители Карачаевой Черкесии, доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2022 года вступает в силу постановление правительства Российской Федерации о признании лица инвалидам. Согласно пунктам нового документа, гражданин или его представитель сможет самостоятельно выбрать способ прохождения медико-социальной экспертизы. Очно, с личным присутствием, в том числе с выездом комиссии по месту жительства. Заочно, без личного присутствия. Также гражданин, начиная с момента обращения в медицинскую организацию, будет уведомлен о передаче направления в бюро медико-социальной экспертизы. О поступлении в учреждение медико-социальной экспертизы направления будет уведомлен о дате и времени проведения медико-социальной экспертизы и, соответственно, о результатах. Таким образом, гражданин, не посещая наше учреждение, будет осведомлен обо всех этапах экспертизы. Обращаться в город Черкесск, переулок Мотодромный, 14. С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море-2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте вестиприм.ру фестиваль. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы подвели итоги работы ведомства за 2021 год и первый квартал нынешнего. Руководитель ведомства Артур Куантов рассказал журналистам о том, какие направления являлись в работе приоритетными и как отразились введенные в отношении России санкции на деятельности специалиста ФАС, озвученную на мероприятии статистику, разобрал наш корреспондент Артур Мхце. Демонтаж незаконно размещенных в Черкесске рекламных конструкций – работа трудная, кропотливая, неблагодарная. Но крайне необходимая. Это со стороны кажется, что можно всё оставить как есть. Никому ж не мешает. Однако ляпистая, бросающаяся в глаза картинка и разноразмерные рекламные слоганы портят фасады зданий. На перекрёстках создают дополнительные помехи водителям. Именно поэтому согласование конструкции и их содержание со специалистами муниципального образования – прямая обязанность каждого, кто хотел бы, чтобы о его товаре или услуге узнало как можно больше людей. Мы застали демонтажную группу на улице Октябрьской. У них после предписания даётся ровно месяц, чтобы они успели демонтировать. Спустя месяц мы также уведомляем за неделю до этого, что будет выезжать демонтажная группа. Лишь после согласования появится возможность установить рекламную конструкцию там, где это разрешено городскими властями. В настоящее время вопрос согласования карт и размещения объектов наружной рекламы находится на контроле у специалистов регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В том числе об этом рассказывал журналистам руководитель ведомства Артур Куантов. Чтобы претендовать на размещение рекламной конструкции в определённом месте, надо подать заявку на участие в конкурсе. И, естественно, выиграть этот конкурс, чтобы потом успешно это всё распространять на этом месте. И мы установили в ходе проверки, что ни конкурсной и ни аукционной документации не было разработано. Она была отсылочная на то, что это всё как бы действует, но по факту никакой работы не проводилась. Также, как я и сказал, схема размещения рекламных конструкций не было утверждено. Артур Куантов поделился некоторыми итогами работы ведомства за прошлый год и первые три месяца нынешнего. Рассказал руководитель управления и о том, как отразились введённые в отношении России санкции на деятельности специалистов антимонопольной службы. На сегодняшний момент управление на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на социально важные продукты. Это на сегодняшний момент, по-моему, 24 наименования. Конкретно сотрудники ходят прямо на точки, в торговые сети и наиболее большие торговые центры и фиксируют ежедневно цены, которые установлены на эти товары. По данным представителя надзорного ведомства, критических нарушений пока не выявлено. Впрочем, постоянный мониторинг со стороны сотрудников антимонопольного управления по этому и другим направлениям ориентирован в первую очередь на то, чтобы мотивировать предпринимателей соблюдать закон, а не только лишь карать их за проступки. Артур Махцем, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаев, Черкесия. Значимое событие в исторически важный день. Актеры из Санкт-Петербурга представили жителям Карачаева-Черкесии спектакль «Вершина» о депортации карачаевского народа. Премьера состоялась в Учкикене «Карачаевский черкесский». Генеральный продюсер и автор идеи Денис Минкин, директор Санкт-Петербургского горэлектротранса. В 2017-2018 годах он возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», что вдохновило жителя северной столицы и человека нетворческой профессии. Поставить спектакль и сделать такой подарок ко дню возрождения карачаевского народа расскажет Алла Динаева. Мы любим свои семьи, мы воспитываем кучу детей, мы хорошо помним своих родителей. Сагид показал мне Кавказ и научил любить не только свою, но и его родину. Мы постарались отразить не только ужасы того времени, но и несломленную гордость великого народа, вершину его чести и достоинства. Спектакль «Вершина» мы посвящаем светлой памяти Беляла Беджиева. Очевидец трагических событий, рассказы которого легли в основу спектакля и кому его посвятили, Белял Беджиев, к сожалению, не успел увидеть премьеру. Вдохновил на такую ответственную творческую работу доктора технических наук, директора Санкт-Петербургского горэлектротранса и, казалось бы, человека далекого от творчества Дениса Минкина и дедушка Абукали Байрамуков, у которых в селе Римгорское он частенько гостит. Один раз, год тому назад, он спросил, я вот задумал вот такое дело, спектакль сделать. Ты, говорит, одобряешь это? Я сказал, как же, я рад, я одобряю, конечно, если можешь. Ну, для этого надо, труд большой нужен, затраты большие нужны. Как об этом быть? Он говорит, я об этом не беспокойся, если согласен, дай мне добро. Я, говорит, начну. А бабушка Гоккаджан Байрамукова связала шерстяной свитер для Дениса Юрьевича и для всех актёров труппы. Сколько вы их связали? Чтобы связать один вот такой симпатичный свитер, сколько времени нужно вам? Очень. Десять, десять. Премьера драмы «В одном действии вершина». Год назад состоялась в Петербурге, но из-за пандемии я не смог поехать. И сегодня не очень хорошо себя чувствую, не смогу быть на спектакле в Учкекене. Но автор идеи – генеральный продюсер Денис Минкин. Привёз нам записи, и мы его посмотрели дома. Рассказывает Абук Али Муртазович. Денису Минкину большое спасибо. Все должны коротчаевцы благодарить его, должны знать его. Наверное, минимум полпитра знает благодарить его, кто такой коротчаевец. Всем, которые играют, роль играют. Очень благодарны, большое им спасибо. Мы никогда не забудем о них. Эта история повествует о герое войны, который, возвратясь в родные места, обнаружил, что никого там не осталось. А дедушка ведь лежачего. Его бедолагу тоже не пощадили. И знаешь, что он делал? Он утешал людей. Он говорил. Люди, не бойтесь. Нас не отвезут туда, где нет Аллаха. Блестящая игра актеров из Петербурга, которые проделали огромную работу. Изучив историю, быт, культуру, традиции коротчаевского народа, прочувствовав его, передали зрителю. Зал аплодировал стоя. Из рассказов, допустим, моей матери, я покойный. Я это все как будто через себя пропустил, как будто я, может, там, в этой ссылке был. Очень трогательно. Огромное вам спасибо. Глава Малокарчаевского района Рамазан Байрамука вручил грамоту артистам, режиссеру, звукорежиссерам, генеральному продюсеру и автору идеи, а также председателю Попечинского совета Всемирного клуба петербуржцев Сагиту Беляловичу Биджееву. Это подарок Денис Юрьевича. Отношение к нам. В лице меня он и так относится ко всем карачаевцам. Огромное спасибо, Денис Юрьевич. Люблю, уважаю, всегда рядом. Отношусь как к брату, к соседу. Мне всевышний делал большой подарок. Ты у меня в жизни есть. Спасибо огромное. Сегодня здесь присутствует Гокка Джан, которая связала тот самый свитер. И если вы поняли, со свитера начался спектакль. Свитер это не свитер, свитер это тепло. До ума, домашний уют, забота родителей, это любовь. Вот в этом смысл этого спектакля. Не ужасы и не трагедия, а вера в народ, гордость за народ, честь и достоинство этого народа. Аладинаева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малакарачаевский район. Премьера спектакля «Вершина» 5 мая состоялась в Доме культуры Черкесска. Несправедливое обвинение целых народов, депортация, выселение из родных домов, унижение и смерть близких. Вот что пережили в годы Великой Отечественной войны сотни тысяч людей. Корейцы, немцы, карачаевцы, балкарцы, ингуши, татары и многие другие. Министр культуры республики Зурат Агирбов поблагодарил артистов за спектакль и вручил благодарственные письма. Далее спектакль «Вершина» артисты представят жителям Кабардино-Балкарии. Как прошли премьеры? А вы знаете, да, это действительно очень такой важный подарок для нас, для нашей семьи. Все это скрывалось, наверное, много раз рассказывали. И вот решили привезти и подарить республике. Именно почему 3 мая? Потому что, ну, соответствие, да, вот дате, соответствие, торжество и так далее. Состоялись три премьеры. В Учкикене была премьера 3-го, 4-го числа в Карачаевске и вот сегодня в Черкесске. Полные залы, теплый прием, получасовые аплодисменты, цветы, сияющие лица актеров, довольные мы. Все прошло великолепно, на мой взгляд, больше, чем мы как бы ожидали. Спасибо всем причастным к этому. В первую очередь актерам, продюсеру, который выложил на моих глазах год своего времени, год своей жизни. Режиссер Сергей Сергеевич Пуронин, отдельно хочу про него сказать, он раньше ставил подобные какие-то такие драмы о финнах. Карачаевский драматический театр завершил работу над очередной яркой постановкой. На этот раз на суть зрителя творческая труппа представила историческую драму «Карча» автора Дины Мамчуевой. На общественном просмотре побывала и наша съемочная группа. Мадина Каракетова подробнее. Это последний общественный просмотр перед премьерой. Так сказать, генеральная репетиция, сдача спектакля. Актеры уставшие, заметно волнуются, но счастливы. Позади месяца упорных репетиций, оттачивания отдельных моментов, реплекс сцен. «Карча» автора Дины Мамчуевой – историческая драма, очень сложная в постановке. И для труппы очень важно мнение приглашенных экспертов, прежде чем представить работу на суд зрителя. Этот спектакль нужен был для нашего народа. Наш великий предваритель и полководец Карача и Балкарского народа – Карача со своими сподвижниками, с Будуяном, с Трамом, Адрухаем, Наурузом. Это исторические лица, которые были его сподвижниками. Они вот создали вот такое государство, Карачай, на Баксанском ущелье, Эль-Джурд. И я должен сказать будущим нашим зрителям, которые будут смотреть, чтобы они там никакого недоразумения не было. Здесь в этом спектакле, в этой пиесе, которую автор написал, есть только пять реальных существующих героев. Основное – это выдумка. Это выдумка автора, потому что без этого не может быть. Здесь любовь и коварство, и война, и традиции, и смех, и слезы. По мнению директора Карачаевского драматического театра Руслана Гачияева, актерам это удалось в полной мере. Все это мы показываем, как вернулся с плена со своими сподвижниками после нашествия Тимирлана Карча. И вот мы это показываем, как он возродил, хотя Алания была разбита, но мы возродили свой народ. Для постановки спектакля специально был приглашен главный режиссер Балкарского театра Магомед Атмурзаев, который имеет большой опыт работы с историческими драмами. Это не первая совместная работа балкарского режиссера с труппой Карачаевского театра. До этого был не менее успешный труд «Акбичи и Рамазан». С автором, с Диной Мамчиевой мы встречаемся уже второй раз, хотя мы давно, сто лет назад друг друга знаем. Я очень уважаю и люблю за ее талант, за ее красоту, за ее внутреннюю красоту. Вот эта красота есть в ее поэзии и в ее драматургии. Мне очень интересно копаться там, внутри этой драматургии, вытаскивать какие-то сокровенные вещи, которые больны в ее душе. Для меня это было очень важно. Режиссер признается, что переживал за конечный результат, поскольку воссоздать на сцене историческую драму, тяжелый труд и очень большая ответственность. Магомед Атмурзаев отмечает профессионализм труппы Карачаевского театра и вразил надежду, что им удалось в полной мере передать замысел автора зрителям. Карча – это очень значимая историческая личность для карачаевского народа и поэма – возможность еще раз рассказать о великом предке, поднять вечное, ценное, святое, без чего не может существовать народ. Вы очень испугались, что Карча умер, даже слезы, но… Нет, нет, я никогда в жизни его не убью, потому что это наше желание, это вот эта арба, это символ всего, наше переселение, горечь, все-все-все-все там с этой арбой, вот это двигается с этой диваной. Вот эта идея, и Карчу мы никак не могли убить, и, по-моему, автор не хотела и не собиралась, зачем тогда писать эту драматургию. По словам Магомеда Атмурзаева, с труппой Карачаевского театра он работал с большим удовольствием, и это не последняя совместная работа. Актеры готовы как к восхвалению их труда, так и к критике. Важно каждое мнение. Мадина Каракетова, Ислам Урумов, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Узжигуте прошли традиционные открытые конно-спортивные соревнования, посвященные Дню Возрождения Карачаевского народа и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ахмад Халкечев подробнее. С самого утра в районе Ипподрома Узжигуты многолюдно. На праздник собралось несколько тысяч человек. В перерывах между забегами атмосферу праздника поддерживает разнообразная концертная программа с участием известных артистов республиканской эстрады и творческих коллективов. В соревнованиях участвуют лошади чистокровных верховых пород. Наездники и четверо многие спортсмены готовились к этим соревнованиям основательно. Дух здорового спортивного азарта должен дать импульс развитию племенного коневодства, уверены организаторы. Здесь скачут кроме одного заезда чистокровные английские лошади. Есть любители чистокровных английских лошадей. Везде и в Краснодаре, и в Пятигорске скачут чистокровные лошади. Наши ребята и там, и там, и там выставляются. Здесь они проб на все. Конечно, это дает толчок развитию чистокровного коневодства. И плюс еще один заезд. На том заезде уже будут карачаевские лошади местные. Тоже они друг к другу присматриваются, целый год готовят. Для конников это большой стимул. Подеятели и призеры определялись в каждом заезде. Призы на пяти дистанциях были именные. Герои Советского Союза и России, уроженцев Усть-Джикутинского района. Занявшие призовые места награждались кубками, медалями и денежными призами. За первое место 50 тысяч рублей, второе 30 и за третье 20 тысяч рублей. Спортивный праздник, организованный администрацией Усть-Джикутинского района, собрал любителей конных состязаний со всей республики. Стараюсь как-то воспитать правильно своих внуков, стараюсь с собой возить везде, показывать. Очень хочется, знаете, находить свое место среди общества. Это, наверное, такой первый большущий праздник, когда ты чувствуешь себя и человеком, и счастливым. И вот смотрите, вот на всех смотрите, все веселые, улыбаются. Просто этого давно не было. Ну, дай Аллах, дай Бог, чтобы у всех все было хорошо и много-много лет. На дистанции 2400 метров участники соревновались за приз главы республики Рашида Тимрезова. В этом заезде существенно отличался и призовой фонд. За первое место 100 тысяч рублей, за второе 60, за третье 40 тысяч рублей. Лучший результат показал Радмир Байрамуков в команде с Дарханом. Готовил мой друг, все благодаря ему. Я просто сел, проскакал. Как он мне сказал, так я и проехался. Я эту победу хотел бы посвятить старшим нашим. В упорной борьбе на семи дистанциях призовые места распределились следующим образом. В первом заезде на тысячи метров лучшим стал тандем Артура Тимрезова и кобылки по кличке Сарица. На второй дистанции в 1200 метров победу одержали Мирзабик Капушев и кобыла Ихея. В третьем забеге на 1400 метров первым финишировал Рашид Каракетов на жеребце Арчаттай. На четвертой дистанции в 1600 метров лучший результат у Ханапия Барлакова на кобыле Тиани. Пятый и шестой заезды в 2400 метров выиграл Радмир Байрамуков на лошадях Путаран и Дархан. Ну а на самой протяженной дистанции 3600 метров победил Далим Беджиев на кобыле фаворитка. Ахмат Алкечев, Мухаммед Ашбоков, Вести Краджаева, Черкезия. В Рубском районе прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. В них приняли участие юноши из Республик Ближнего Зарубежья, Москвы, Московской области, Краснодарского края, Республик Северного Кавказа. Как проходили соревнования и кто стал победителем, выяснил Али Баташев. Захват, бросок и волнующее чувство победы от умело проведенного приема. Смотреть, как побеждает сильнейший, наслаждение для профессионалов и любителей. За ходом каждого поединка внимательно наблюдает олимпийский чемпион. Заур Угуев из Дагестана. Победитель Кубка мира, призер чемпионатов Европы, член сборной России по вольной борьбе. Высоко оценил уровень подготовки борцов, организации турнира и поделился секретами успеха. Всем спортсменам хочу пожелать, чтобы они тренировали, слушали своих родителей, своих тренировок, ставили перед собой цели и добивались любой ценой. Главное – пахать и пахать. И все получится. Вот мы с тренером с детства шли, были цели, да, у каждого спортсмена есть цель стать олимпийским чемпионом. И там такого секрета нет. Надо просто тренироваться и верить в себя, и идти вперед до конца. Дальняя больная борьба – это пока что жизнь. Я живу этим. Каждый день просыпаюсь и начинаю день зарядки, и также делаю день-две тренировки. Так что могу смело сказать, что это для меня жизнь. Все российские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 24 лет собрали участников из Республик Ближнего Зарубежья, Северного Кавказа, Москвы, Московской области, Краснодарского края и других регионов страны. Турнир, уже ставший традиционным, проходил при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и был посвящен столетию Карачаева-Черкесии. Этот турнир уже в шестой раз проходим здесь. И сегодня этот турнир по праву является у нас мастерским. И благодарны мне всех организаторам. Когда проводим этим соревнованиям, у нас получается большой праздник. Праздник для молодежи, праздник для населения. Мы будем всегда такие соревнования проводить с поддержкой главы республики, с поддержкой Иванова, Возова Мурата Муховича. По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда из Дагестана. Второе почетное место завоевали наши земляки. На третьем – вольники из Северной Осетии Алании. Али Баташев, Зумрад Халкечева, Расул Бердиев. Вести Карачаева-Черкесия. Урубский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. А на следующей нас ждут праздничные мероприятия, новые трудовые путни. И пусть они принесут только хорошие вести. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карачаевой Черкесской Республике, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2022 года вступает в силу постановление правительства Российской Федерации о признании лица инвалидам. Согласно пунктам нового документа, гражданин или его представитель сможет самостоятельно выбрать способ прохождения медико-социальной экспертизы. Очно, с личным присутствием, в том числе с выездом комиссии по месту жительства. Заочно, без личного присутствия. Также гражданин, начиная с момента обращения в медицинскую организацию, будет уведомлен о передаче направления в бюро медико-социальной экспертизы. О поступлении в учреждение медико-социальной экспертизы направления будет уведомлен о дате и времени проведения медико-социальной экспертизы и, соответственно, о результатах. Таким образом, гражданин, не посещая наше учреждение, будет осведомлен обо всех этапах экспертизы. Обращаться в город Черкесск, переулок Матодромный, 14. С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море-2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль. Продолжение следует...